Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в магазине появились контейнеры со стервой. Есть два варианта приобретения контейнеров, все зависит от того, насколько вы рисковый чувак или сколько голды у вас есть. Можете покупать пачками по 5 штук за 15 тысяч и можете покупать пачками по 10 штук за 22 500. Понятное дело, что десяткам брать гораздо выгоднее и если вы купите себе 30 контейнеров, то гарантированно заберете себе стерву, если вплоть до 29 данная машина вам не выпадет. А вероятность того, что она вам не упадет тоже существует, потому что шанс выпадения хоть и хороший в 5%, но 95% что машину вы из контейнера не достаете. Короче говоря, если хотите забрать машину себе прям однозначно, уж прям сильно-сильно хочется, то готовьтесь потратить 67 500, если будете брать по 10 контейнеров, либо целых 90 000, если будете брать по 5 контов и пытаться потягать свою удачу за резину в долгий ящик. Ладно, что касается ценников, я думаю разберетесь вы самостоятельно, стоит вам этим заниматься или нет. Что касается машины, если вас интересует абсолютно честный обзор в стиле моего канала, то вот вам ссылочка, переходите, посмотрите за цен брони, которой здесь нет, сравнение с другими машинами, а там есть на что посмотреть и дополнительные катки на данной тачке. Что касается сегодняшнего видео, мы выкатим ее из ангара, перед этим заценим ее орудие, а тут действительно есть что заценить. Здесь просто великолепный ДПМ в 3400, который крайне сложно реализуем из-за крайне хреновой живучести данной машины в боях, просто божественное время сведения, суперточная пушка, комфортный разброс, довольно-таки удобное угол склонения орудия вниз, минус 9, но не помогает играть от башни, потому что башня тоже не забронирована. Что касается среднего урона, то целых 350 единиц, которые вылетают через каждые 6 секунд. Короче говоря, ребят, что касается орудия, здесь действительно все крайне бодро и крайне комфортно, а что касается живучести, то все просто ужасно. Сейчас это все будем заценивать в бою, куда с вами и отправляемся. Пока мы туда заходим, ребят, хотелось бы забегая наперед сказать по поводу того, что стерву огромное количество авторов других ютуб каналов хвалят, но хвалят те ребята, которые имеют более 60-65% статы по победам. Это те ребята, которые живут в этой игре, которые наизусть знают все ТТХ, которые в большинстве своем, понятное дело, статисты. Они играют крайне осторожно, они практически не допускают никаких ошибок. Короче говоря, у них есть все необходимые составляющие для того, чтобы данную машину максимально качественно реализовать. Если вы средний игрок, и уж тем более, если вы ниже среднего, если ваша статистика по победам менее 50%, поверьте, данная машина вам в ангаре, скорее всего, не нужна. Потому что вы не сможете выжимать из нее все самое сладкое, все самое вкусное, что она может предложить. Ну, просто вот факт остается фактом, поверьте мне на слово. Машина крайне сложно реализуемая, хотя потенциально действительно имба, именно благодаря точности орудия, именно благодаря великолепному ДПМ. Что стоит помнить? Играя на стерве, вы однозначно, если, как я уже сказал, вы средний игрок или ниже среднего, однозначно должны сразу ехать к своим СТ, ЛТ и ни в коем случае не пытаться продавить направление тяжелых танков. Дело в том, что машина настолько плохо забронирована, что она уступает по броне, по ощущениям, даже проге 65-й и больше напоминает ТВП, который есть сейчас в нашей команде. В общем, все, что будет в вас отправляться, любыми типами орудий, любой техникой, все в вас залетает. Вот, пожалуйста, сейчас я абсолютно спокойно получил, то ли от легкого танка, то ли от среднего, не обратил внимания. И пробивать вас будут, ребят, тоже абсолютно в любые зоны. Здесь нечем танковать. Если на, не знаю, там, 10-20 попаданий по вашему танку вы будете получать одно случайное какое-то непробитие, то уже благодарите подкрутку за то, что она вам хотя бы это дала. Вот вам, пожалуйста, углы склонения орудия вниз, минус 9. Я стою вроде бы практически ровно, и вроде бы орудие должно было хорошо склоняться, но нет, этого не хватает, этого недостаточно для того, чтобы комфортно отыгрывать. Ничего на данный момент пока в бою я не сделал, ну, кроме того, чтобы тычку получить. А так, в целом, на этом все мои потуги пока заканчиваются, в принципе, ничем. Что касается точности орудия, времени сведения, как я и говорил, машина очень приятная, очень комфортная, и на дальних расстояниях вы просто идеально можете отыгрывать, вы можете давать великолепный настрел, но, опять-таки, не этого я, допустим, ожидаю от тяжелого танка. Я ожидаю от тяжелого танка играбельности тяжелого танка. Если бы я хотел себе СТ-шку, то, понятное дело, что СТ я бы себе и рассматривал. Ну, а в данном случае ожидания абсолютно не совпадают с реальностью и не совпадают с тем, что вы по факту получаете. Сейчас, скорее всего, будет победа. Но какой наш вклад в эту победу? В лучшем случае 2000 урона по данному бою. В худшем случае и того не будет. Хотелось бы сразу сказать по поводу того, что свой ДПМ, а он действительно очень клевый, очень классный, вы сможете реализовать, только находясь на очень дальних расстояниях по отношению к вашим соперникам. И в таком случае, окей, хорошо, вы довольно-таки много набросаете. Но если вы где-то останетесь в замесе самостоятельно, то будьте готовы к тому, что вытянуть из этого замеса победоносное шествие вам будет очень сложно. Так, едь сюда. Мне, в принципе, терять нечего. Я как смертник, по большому счету. Ну на тебе, да? А ведь так все бодро начиналось. Ладно, здесь, в принципе, дальше все предначертано, мне кажется. Спасибо большое нашему союзнику за то, что поддержал. Действительно молодец, действительно красавчик. Особенно с учетом того, какое количество фрагов данный союзник сделал за бой. Он однозначно заслуживает от нас лайка. Ну и сейчас давайте будем заценивать наши результаты. 1700 единиц. Что касается нашего результата по фарму серебра, то всего лишь 26700. Да я и не удивлен, потому что особых результатов в данном бою мы не дали. То ли дело наши ребята-лидеры, которые однозначно заслуживают того, чтобы мы их похвалили. Ну, то же самое касается и двух ребят из команды соперников. Они действительно были лучшими в своей команде. Тоже заслуживают уважения и лайкоса. Ну что, давайте попробуем еще на одну каточку заехать. Хотя, в целом, ребят, скажу вам откровенно. В большинстве своем СТРВК мне лично не доставляет какого-то огромного количества удовольствия от игры. Я лучше буду играть на какой-нибудь Пирании или на Чифтейне, или на Суперконе, у которых время перезарядки на каких-то там, грубо говоря, полторы секунды дольше. Чуть-чуть больше Альфа. И там присутствует... у многих просто присутствует броня из них. Ну, а у Пирании она там отчасти хоть как-то присутствует. Ну и, соответственно, есть хоть какие-то рикошеты рандомные, хотя бы от башни, допустим, когда пытаешься отыграть. На данной машине все, что отправляется в вашу сторону, все в вас прилетает. Прилетает с однозначно наносимым уроном. Короче говоря, приятного в этой машине очень мало. И это малое сводится только к хорошему, большому количеству наносимого урона за бой, если вы находитесь на очень дальнем расстоянии от ваших соперников, не выпячиваетесь на передовую, ну, либо, как сейчас в этом бою, работаете вместе со своими союзниками по ребятам, которых, допустим, окружили. Тогда да, тогда вам цены нет. Вы обалденный средний танк, который может зарешать, который может добрать, который накидывает просто бешеное количество урона и дальше идет вперед в бой вместе со своими. На линии тяжелых танков делать вам просто по определению нечего, потому что там вас ждет судьба вот этих вот двух товарищей на броджетах, которых очень быстро сгрызли и отправили отдыхать в ангар. Ну что, поехали, попытаемся. Даже на голде, как вы видите, против Е100 противопоставить нечего. Попытаюсь кинуть хоть фугасом, хоть как-то там немножко поцарапать ему краску. Так, знаете, чисто морально было немножко неприятно, что ему теперь перекрашиваться придется, да плюс полировать. Ну, короче, такое себе. Так, давайте попытаемся чуть ближе подтянуться. Постой, не убегай. Есть! Вроде бы немножко разгрызли. Божественное везение, ребят, и не более того. Но в любом случае, в данном бою получилось немножко более бодро на линии СТ. Нам встретились несколько соперников, которых союзники помогли быстро отправить отдыхать. И таким образом был реализован великолепный ДПМ данной тачки. В 3800 у нас получилось по результатам. Что касается результатов по фарму, то 72500, с учетом того, что у меня активирован прем-аккаунт, без него было бы в 45, и это далеко не фармер, ребят. Это машина для фана, но опять-таки для фана для тех, кто реально сможет ее реализовывать. Хвалим наших союзников, обязательно похвалим наших соперников, и давайте будем честно подбивать итоги в отношении того, кому нужна данная машина, и кому стоит действительно попытать удачи в отношении того, чтобы ее себе забрать. Однозначные плюсы по тачке. Крайне суперский ДПМ, который очень легко реализовывается, если вы умеете осторожно играть на легких и средних машинах. Именно в таком формате будете ее использовать. Минусы. Полное отсутствие брони. И я бы сказал, что угол склонения орудия, который заявленный, минус 9, он классный, он бодрый, но очень часто он не до конца вас будет устраивать, как это порой происходит на каких-то существенных неровностях, его порой действительно не хватает. Стоит ли вам, я бы сказал, играться с открытием данных контейнеров, решать безусловно вам. Я вот, допустим, не рискнул бы, и честно говоря, если вы готовы купить себе 10 контейнеров для того, чтобы выбить данную машину, под вопросом, попытаться выбить данную машину, будем говорить честно, то, наверное, гораздо лучше будет купить себе просто несколько машин из тех, которые сейчас есть на продаже, если они вам интересны, на которых вы сможете фармить и получать гораздо больше удовольствия. В целом же, СТРВ действительно машина довольно-таки неплохая, но далеко не всеми реализуемая. Если вы за честность обзоров, то обязательно подписывайтесь на канал. Если вы хотите поучаствовать в розыгрыше от меня, как от автора канала, и сегодня на стримчике я буду разыгрывать премиумные машины, то оставляйте под данным видео комментарии. Если вы являетесь подписчиком канала с открытой подпиской, обязательно этот комментарий должен содержать не менее 7 слов и ваш игровой никнейм и ID на Евросервере для того, чтобы я мог начислить вам ваш приз. Вот такая вот она стерва. Стоит ли ее себе выбивать, решайте сами. Мое дело показать машину, такая она есть на самом деле. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok